Вас я попрошу прокомментировать вот эти три основных, которые мы сейчас только что с вами проговорили. Проговорил Алексей Николаевич, это хамам, это русская баня и это финская баня. Все-таки, почему у нас в стране, в Украине, больше распространена эта русская баня, такой средний вариант, если сказал Алексей Николаевич, насколько она полезна, не полезна? И вы своим пациентам рекомендуете вот из этих трех бань, какую чаще всего, если рекомендуете? Все зависит от уровня здоровья. Просто попадая в разные температурные режимы, то есть там все равно достигается эффект потения. Но в одном случае, то есть имеет значение соотношение температуры и влажности. То есть чем выше температура, тем меньше должна быть влажность, иначе будут просто ожоги кожи. И наоборот, то есть финская баня, финская сауна, она более горячая, действительно там 90 и выше, и влажность низкая. Если берем хамам, там почти 100% влажность и температура где-то в районе 40. Но в любом случае, и там, и там будет потение. Если взять по спектру заболеваний, то люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, им лучше пойти в хамам. Почему? Потому что все-таки под кожей расширяются сосуды. Кожа красная, когда здесь расширены капилляры. Проходит кровь. Рядышком теплоноситель, воздух. Влажный воздух, сухой воздух, но он обрабатывает эту кожу. И все-таки кровь, она теряет свою текучесть, она становится более вязкой. Нагрузка на мотор, и вот здесь возникают проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому русская баня, она занимает промежуточное значение, она может работать как тренирующая. Но если правильно попарили, и двое суток после бани, человек забывает про физические нагрузки. Потому как несколько суток после бани, печень, вот эти свернувшиеся белки, она начинает их выбирать и обновлять. И двое суток кровь более густая. Я проверял эту ситуацию, тут нужно просто правильно это понимать. Нельзя. Многие спортсмены жалко теряют форму, и заканчивается у них спортивная карьера, когда они часто, ему нужно попасть в низшую весовую категорию. Согнал водичку в бане, загустела кровь, воды стало в организме меньше. Он, да, перешел в другую категорию, ему легче. Но двое суток после этого у него густая кровь, ему тяжелее работать. Если это спринт, если это борец, который понимает, что он за первых 30 секунд должен уложить противника, ну пройдет. А если это немножечко, скажем так, 12-раундовый поединок, вот тут не стоит баловаться. Тут лучше бороться с более тяжелыми или отказаться от боя. Но не идти на такую ситуацию, потому что износ сердца резко выше. Когда вы рекомендуете финскую? Финскую практически не рекомендую. Почему? Потому что все-таки очень жесткие условия. Очень жесткие условия по сердечно-сосудистой системе. И люди туда идут почему? Это просто. Ну тут не надо всего этого антуража, не нужен весь этот комплекс. То есть просто буквально зашел там в кабинку. То есть посидел, подышал, посидел, постоял. Да, и все. Получил, как попотел и вышел. Но в бане, то есть тут очень важный момент, только первое потение реально очищает организм. А вот дальше нужно играться. Потому что если кровь стала густой, она как связующее звено между кожей и внутренними органами работает очень плохо. И здесь нужно играться, понимать, как все это дело, продолжать потение дальше, выжимать из человека вот эту воду с шлаками, с этими токсинами, чтобы его оздоровить. И здесь вот опять-таки вот этот дирижер, он имеет большое значение. И его подготовка. Я периодически принимаю у банщиков и жабель, вы знаете, до первого фото я их довожу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос доктору. Я на даче принимаю русскую баню. У меня есть кинокардия. Но я вот после приема русской бани, вот выскалькиваю на улицу, или снег, или ведром холодной воды обливаюсь. Мужа говорит, это очень опасно. Но я чувствую себя после этой процедуры очень хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, вы в русской бане. Вас парят? Я прошу прощения. Вы в русской бане. Вас парят или вы заходите просто вот, знаете, никто не парит, вы подышали, побыли в этом помещении и вышли, облились? Ну, вениками это. А, то есть вы паритесь, и вас вениками парят. Я правильно вас слышу? Ну, да, да, да. Ну как, мы с мужем, я его веничком, я веничком. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Стенокардия. Серьезное заболевание, Борис Берманин? У женщины очень хороший муж, он хочет с ней жить подольше, он не хочет остаться вдовцом. Потому что реально пристанной кардии, есть проблемы с ишемией мышцы сердца и в бане, что происходит? Автоматически увеличивается частота сокращений, увеличивается сила и у части людей повышается давление. И здесь нагрузка на мотор резко выше. Хорошо, вы говорите о том, что нельзя этого делать? Ей нужно аккуратно париться. Я бы ей советовал температуру держать ниже, а влажность выше. То есть все-таки ближе к маму. Ближе к маму. Так будет проще. Но при этом можно пользоваться веником. Алексей Николаевич, мне просто вот, знаете...